Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Мы продолжим с вами беседу, начатую в мае 2021 года, ингрессия Юпитера в знак зодиака рыбы. Разберём второй уже заход из трёх, посмотрим, какие энергии будет нести вот эта ингрессия, как будет окрашено начало 2022 года. В мае 2022 года Юпитер уйдёт в воинственный знак Овен, но в рыбы он потом ещё вернётся в конце года. То есть с октября по декабрь 2022 года он сюда ещё придёт и принесёт ещё третью мистерию, как мы с вами, собственно говоря, и любим. То есть как в сказках, три захода. Первый заход в знак зодиака рыбы Юпитер совершил 14 мая 2021 года, пробыл тут до конца июля 2021 года. И вот сейчас будет второй заход, и окончательно он покинет вот этот знак 20 декабря 2022 года, то есть ровно через год. Смотрите, в какую сферу вашей жизни, в какой дом натальной карты он приходит, чем он управляет. Вопросы дома со стрельцом будут реализовываться с помощью дома, где на Куспиде будут рыбы. Конечно, нужно карты исследовать, это же наш с вами такой вот волшебный ключ к самопознанию. Сразу скажем, что особенностью карты вот той первой ингрессии Юпитера в знак рыбы было соединение солнца-лилит. Это был для нас ужас, как говорится, то есть затмение духа, солярного, божественного огня и поглощение его материей, то есть искушение материей. А также это квадрат Сатурн-Уран, завершающий цикл, который начался в конце 80-х. Это микроцикл, а если брать макроцикл, то, конечно, нас будут интересовать середина 19 века. Первую ингрессию Юпитера в знак рыб, как мы сказали в мае 2021 года, мы уже обсудили. В том ролике мы подробно рассмотрели исторические циклы, рассмотрели мистерии. Очень рекомендую посмотреть или пересмотреть вот тот ролик. Сейчас мы не будем повторять многие моменты, но они для понимания, для осознания являются ключевыми. Сейчас, спустя несколько месяцев, ту информацию интереснее уже будет смотреть, зная ответы и восхищаясь снова и снова, насколько астрология даёт точное описание сюжета. Если кратко напомнить, что мы там говорили, принцип Юпитера – расширение, мудрость. Юпитер расширяет границы, выводит наше сознание на другой уровень, он приумножает то, что есть. И мы сказали, что если рыбы освоены только через энергетический вампиризм, вот этот грех, богооставленность, нытьё, причитание, то именно это Юпитер и умножит. Мистерия знака рыб раскрывается через психологию, сокрытое, тайное, эзотерику, мистику, духовные практики, творчество, религию, осознание внутреннего своего глубинного мира, в том числе осознанные сновидения, в помощь здесь, через обретение гармонии, вот этой божественной благости, связь с высшим миром, идей. Это всё рыбы, всё это разуплотнённое состояние, это раскрытие своего тонкого, подсознательного, архетипического, в том числе глубокого внутреннего мира. И вот это всё несут, приумножаются Юпитером вот эти рыбы. Важно понимать, что именно на Юпитере в рыбах и совсем скоро туда же ещё Сатурн с 23-го года, с 23-го по 26-й туда зайдёт Сатурн. Вот нам нужно будет к тому моменту, к 23-му году, нужно будет иметь мега-крепкий внутренний стержень, потому что, если, допустим, на Юпитере мы ещё как-то справимся, то когда туда зайдёт Сатурн и будет проверять нас на стержень, то вот эта вода способна будет легко искорозить любой металл, не говоря уже про слабый металл, то есть слабый стержень. Поэтому, когда туда приходит Юпитер, нам даются суперэнергии, а когда туда зайдёт Сатурн в 23-м году, это уже будет такой экзамен на внутренний мир, на доверие высшим силам. Слабохарактерный, без цели человек на Юпитере в рыбах очень быстро даст слабину и уйдёт в забытие алкогольные или фармацевтические заплывы, скажем так, или привлечёт в себе махинации или псевдодуховные секты, а также позволит себя втянуть в этот глобальный мировой обман, про который мы с вами в последнее время что-то стали слишком часто говорить. В знаке зодиака рыб мы видим две разнонаправленные рыбки. Одна погружается во тьму, а другая стремится к духовным высотам. И вот эти рыбы, подогреваемые горячим Юпитером, будут таким вот образом терзать нас и туда, и туда. Знак зодиака рыбы подводит итоги, завершает одни циклы и начинает другие. Кстати, во второй ингрессии Юпитера в знак зодиака рыбы, мы с вами, когда будем разбирать карту, мы увидим соединение Венеры, Меркурия и Плутона. И буквально накануне, за пару дней до, но уже аспект чувствуется, конечно, то есть орбис допустимый, соединение Венера, Марс, Плутон, что происходит всего лишь второй раз за тысячелетие. В последних градусах Козерога вот эти две конъюнкции такие вот уникальные будут. А вообще последние градусы Козерога – это сфинкс высшего зодиака. То есть это и о завершении эпохи, и о неком таком серьёзном экзамене, который мы сейчас сдаём. На высоком уровне – это возможность осознать своё высшее, вечное, духовное, соприкоснуться с таинствами мироздания, обрести власть над природными силами. Но на низком уровне, конечно, это фейки, это иллюзии, это вирусы, это эпидемии, это стихийные бедствия, катаклизмы, хаос и так далее. Это более долгий путь, но по итогу всё равно мы придём к молитве, к сопереживанию, к сочувствию, состраданию, к запросу высшей чистой гармонии, любви, бытия высокого. Подсовываемая виртуальная реальность, вот эта иллюзия, они будут всячески стараться захватить наше сознание, особенно когда туда другую водную стихию врага зайдёт лили. Пересмотрите, пожалуйста, наш ролик «Образы будущего». Очень рекомендую. Мы там разобрали те сюжеты, которые сейчас потихоньку проявляются, и вот когда произойдёт ингрессия Юпитера в знак рыбы, вот это как раз уже будет более серьёзно чувствоваться. Очень важно понять своё высшее начало и устремиться к вот этому чистому до того, ещё раз говорю, как в 2023 году зайдёт Сатурн в знак рыбы. Вот когда он туда зайдёт, будет уже экзамен. Следует прийти к духовным, моральным принципам, исследовать свой внутренний мир, раскрывать творческие потенциалы, усиливать духовный канал. Собственно, мы для этого и воплощаемся. При Юпитере в рыбах, Юпитере необычному, Юпитеру стремящемуся к Нептуну, нам даётся уникальная возможность добыть вот эту сокрытую на дне морских вод, то есть в нашем неосознанном, в страхах жемчужину, душу. Но добыть её будет очень сложно. Поверхность океана замусорена, лилит, воды отравлены, океан бушует, преодолеть химеры, пиратов, затем нам нужно будет достичь дна и, оставшись ещё живыми, помня о своём высшем, божественном, внутреннем, изначальном прародителе свете, оттолкнуться от дна, найти, найдя вот эту грязную, покрытую слизью и тиной, рутиной, неприятно пахнущую устричную раковину, раскрыть её, приложив, конечно, при этом усилия, ещё и параллельно сражаясь с этими морскими чудовищами и химерами, достать вот эту драгоценную жемчужину, душу и вернуться к свету, самому вернуться с жемчужиной и ещё и ближнему помочь. В противном случае, если не это, то материя погружает в бездну, в тартар, вот к тем титанам, которые разрывают световое тело наше. Поэтому нужно осознанно сейчас подойти к этому. И, кстати, вот мы с вами разбирали парадигму Кузанского. Это как раз приблизительно вот это и есть та самая мистерия, которую я только что рассказала фигуру вот этой парадигмы неоплатона, неоплатоника Николая Кузанского. Мы представляем с вами как два треугольника, чёрный и чёрный вершиной вверх и белой вершиной вниз. То есть, это как мир Каба, который мы тоже с вами недавно разбирали, только 2D, то есть, в плоском её варианте. И вот на пересечении белого и чёрного треугольника у нас появляется серый ромб, то есть, серая зона нашего серединного мира, можно сказать. Белый треугольник, мы его назвали АБЦ, это сужение света от золотого века, вот от прямой АБ, то есть, того мира, который был ещё до падения Адама. И вот этот треугольник, он сужается в историческом процессе падения до некой вот этой минимальной точки С. Сужение света и вот этого сакрального, оно сопровождается расширением тьмы, профанации, помрачения, обездушивания, алгоритмизации и низведения к примитивному, к инстинктам, то есть, низводя на нет всё светлое, в точке С минимум света, и он находится на основании треугольника тьмы, тут предельное падение, но именно тут мы достигаем дна и наделяемся максимумом возможностей и правом выбора, то есть, именно здесь самое вкусное, промысел Божий чудесен, именно тут мы находим на дне вот этой тьмы, находим вот эту жемчужину, и вот в точке на линии, в точке Е, на линии максимума света происходит проявление кого? Дьявола, любимого сына, света, Люцифера, и вот эта точка Е, она растёт, достигает максимума, и на линии ДФ, где материя замещает полностью логос, разъедает, поглощает свет, лишает знаний, вот тут одержимость и материя, они максимальны, и на отрезке вот именно вот этом ДФ, самым страшным сакральных знаний и нет, но есть зато глубинная память о рае, о былой полноте, о порядке, о благе вот того золотого века Сатурна. В точке С, вот на вот этом дне возникает как раз вот та самая борьба и запрос на возвращение домой, именно тут начинается алхимическое великое делание и борьба за душу, то, что мы говорим, что нужно вызреть, нужно достичь вот этого максимума апогея сюжета, и вот мы как раз находимся с вами сейчас приблизительно в точке С, но это не один год, это около 10 лет мы тут еще будем находиться, то есть через 5 лет конечно нам уже будет более светло, но так, чтобы совсем рассвело, это к 30-м годам, мы сейчас находимся вот пока что в точке борьбы, и мы должны здесь сделать осознанный выбор, чем дольше мы его будем делать, тем дольше мы будем находиться соответственно вот на вот этом дне, более того, нужно помнить, что враг везде и внутри нас, во всех значимых конъюнкциях, которых мы разбирали, конъюнкции, это же ведь то, что порождает новые циклы, долгосрочные, многолетние, везде участвует лилит, что в большом то проекции проявляется и в малом, то есть и внутри каждого нас тоже вот не спит такое вот темное, везде идет внутренняя борьба, что вверху, то и внизу, и конечно про квадрат Сатурн, Уран, мы с вами уже много раз проговаривали и говорили, что каждый из нас вносит лепту вот в победу света, и вот эта борьба происходит каждый день буквально вот перед нами. Юпитер соответствует экспансии, завоеванию, расширению границ, высшему образованию, одухотворению, устремлению к цели, высшей цели, стремлению к высшим знаниям. Юпитер это пятая планета от Солнца, самая крупная в Солнечной системе, она в один раз больше Земли в два с половиной раза массивнее всех планет вместе взятых. И названа она в честь бога Олимпа, громовержца Зевса. У Юпитера большая света, 67 спутников, лун. В 92-м году Юпитер поглотил комету шумейкеров Леви. Вот этот его красный глаз, вот это пятно, это ураган, который бушует несколько сотен лет, то есть символическое значение Юпитера это указание на формирование, на экспансию, на поглощение, на разращивание, взращивание и так далее. То есть можно сказать, что это символическое указание и на формирование морской сверхдержавы. Помните, мы недавно говорили про блок Аукус, который был сформирован вот как раз именно с такой мистерией. И Австралию сейчас упрессовывают именно с долгосрочными планами. это и про намёк, и про грядущее поглощение большими державами, малых держав, то есть это уже морально к этому надо готовиться. Юпитер в рыбах про что ещё? Он и про мастерски разыгрываемые интриги и спектакли в рыбах. Наша задача зная цикл Юпитера, вот этот 12-летний цикл проанализировать свою собственную мистерию Юпитера в рыбах и конечно посмотреть, оглянуться на то, что происходило и на государственном уровне. Проанализировать можно конечно примерно, потому что нужно учитывать, что положение других планет вот в те другие годы было немножко иным и понятно, что как бы не может быть точного повторения, но по крайней мере уловить из нескольких циклов общий сюжет, хотя бы чтобы сориентироваться, очень даже можно и нужно для нас особенными будут здесь особенно важными вот в этой цикличности будут 1986 год, 1950, 1915, особенно 1915. Что там было с историческими сюжетами, мы с вами разбирали в предыдущем ролике, в первом ролике, посвященном ингрессии Юпитера в знак рыбы в мае 2021 года. Какие выводы мы, если так вот вкратце, мы тогда сделали, какие мы выводы можем с вами сделать и сейчас Юпитер в рыбах, он принес что? Он принес, если кратко очень, тайные пакты, переговоры, передел государств, морские сражения, ядерное оружие, вулканы, Чернобыль, кстати, 1986 год, революции, войны мирового масштаба, спонсируемые третьими лицами, игроками, секретные дипломатические материалы, ну и сами, конечно, повспоминайте, что там было еще и обязательно смотрите, что было в ваших личных картах. Когда мы анализировали вот эту карту первого вхождения Юпитера в знак рыбы в мае, 14 мая 2021 года, то, конечно, это была просто буквально ужасная карта. Солнце в фиксированном знаке Земли в Тельце и оно было с Лилит, то есть это конъюнкция, и в квадрате напряженном к долгосрочным планам проекта самообразованию Юпитеру. эта квадратура дала неадекватные реформы образования, медицины, ужесточение правил посещения общественных мероприятий, поездок за границу, сложности в многогранном развитии, дала и медицинскую вот эту бюрократию, Луна народа в той карте, то есть нация, водные, пищевые ресурсы, дети в близнецах, в контрантисе к Марсу в раке, то есть Марс бьет вот эти темы Луны на территории, в которой он находится, Марс обострил национальные ценности и сконцентрировал наше внимание и на питании адекватном и на конечно детях. Солнце условный президент в энергном тельце искушаем демонами. Это глобальное затмение духа, борьба высшего солярного духовного принципа с материей. И вот тогда это началось и как по нотам буквально закончился год солнечным затмением, где Солнце уже в оппозиции к этой Лилит и вот так завершилась вот та мистерия. А теперь зимой, весной 22-го года это будет кульминация того начатого сюжета. То есть начало закончилось, первый акт, первое действие закончилось в декабре и начинается в конце декабря на нашем новом заходе. И проявилось все это в виде тайных договоренностей. Мы видели встречу Путина с Байденом. Также, конечно, было много и других знаковых встреч и пактов Путина с другими лидерами государства. Там были Моди, ИСи, но именно вот та встреча с Байденом, она была на знаковых сюжетах и аспектах. Развязка будет в конце 22-го года на третьем заходе. Но мы сказали, что вот то проявление солнца с лилит в близнецах лилит в близнецах оппозиционирующей вот этому солнцу лилит оппозиционирующей солнцу. И в итоге мы выяснили, что пространство нам на самом деле проявило двух солнцеликих и оба они друг другу отзеркалили драконов. И тогда проявился у нас с вами второй вопрос. А кто же тогда вот это лилит в близнецах? Вот это получается, что есть третье еще лицо. Хотя изначально думали, что либо Путин дракон, а Байден затменный солнцеликий или как-то вот наоборот и кто из них рептилоид. Но нет, они оба два затменных солнцеликих и зеркали друг другу дракона. И кто тогда получается вот это лилит? И конечно лилит в близнецах само собой напрашивалось это конечно Борис Джонсон. Это самое такое вот легко бросающееся в глаза. То есть он будет акцентирован имеем ввиду. Также затмение нам проявило нового федерального канцлера Германии Олаф Шольц близнецы. Ох мы с ним еще съедим так сказать пуд соли. конечно Макрон у которого сейчас возвращение лилит и потом тоже ближе к лету он нам будет показывать всякое США классические близнецы у США сейчас на самом деле очень сложные уникальные времена это полуоборот Нептона возвращение Плутона это веха которая несет в себе и духовные и политико-экономические трансформации также конечно близнецы у нас будет герой года Си Цзиньпинь и конечно обложка журнала The Economist буквально проявляет нашу с вами догадку то есть вот это лилит в близнецах в виде США Байдена и Си Цзиньпинь на обложке нашего в кавычках любимого журнала The Economist теперь напомню это уже не Аволдин а The World Ahead с ее специфическими мистериями очень тоже рекомендую посмотреть этот ролик кстати и вот здесь вот параллельно нам еще высветили Сокурова тоже лилит утюжит его близнецы и мы видим еще и возвращение лилит то есть мистерию с которой человек вот так вот проявляется сразу понятно что это вот мы про пациента определенного говорили приблизительно то же самое и впереди у Сокурова еще друдж в раке да и в принципе у него карта сама по себе очень довольно таки говорящая вот его солнце находится в мидпойнте между Марсом и лилит надо будет как-нибудь разобрать то есть тут как бы и без возвращения лилит более чем достаточно да и у нас тут буквально уже два слова скажем Тихановский немножко прозвучал в следующем году могут его сделать могут его сделать сакральной жертвой его лилит в раке она уже вот сейчас вот акцентирована но посмотрим как говорится да что когда мы увидели вот столько сакральных столько всего интересного столько значимых лиц столько договоренностей столько передела карты политико-экономической политико-экономического влияния духовного перетягивания канатов гибридных войн манипуляций тогда мы уже решили все-таки посмотреть и в эту карту второго захода Юпитера потом мы еще третьего захода посмотрим там тоже будет очень интересно захода ингрессии в знак рыбы решили посмотреть какие дополнительные мистерии могут проявиться хотя с новополагающим конечно будет первый заход Юпитера который был в мае 14 мая 21 года теперь Юпитер особенностью вот этой второй ингрессии нужно отметить особенностью второй ингрессии Юпитера в знак рыб что будет Юпитер буквально несется к Нептуну усугубляя химеру рыб Нептун Юпитером проявит усугубление вот этого шизоидного низковибрационного хаоса проявит химеру захватывающую массовое сознание у нас секстиль Нептун Плутон был весь 2021 год и вот только сейчас он начинает потихоньку расходиться это про большие уровни воздействия всего этого возможно что появится какой-то новый наркотик или какая-нибудь очередная игра в кальмары или там синий кит не дай бог это все предупрежден значит вооружен иллюзии или искусственный интеллект это все уход в иррациональное низковибрационное Юпитер с Нептуном в рыбах это вовлечение человечества в хаос и муть рыб в мошенничество зомбирование это нейролингвистика это нейропрограммирование это все вот отсюда вот эту карту конечно вот этого соединения мы посмотрим отдельно ближе к апрелю но забегая все-таки немножко вперед мы не можем не сказать представьте себе соединение Юпитер Нептун закладывающие ритм на более чем 12 лет происходит на предельно насыщенный лилит в близнецах то есть вот этот вот последний аккорд он же всегда самый жуткий как говорится то есть фейки химеры попрание духовности вот эта нейролингвистика нехорошая которая искусственный интеллект помните мы разбирали который выгоняет из дома живых людей захватывает пространство реклама Сбера с момента открытия Нептуна 23 сентября 1846 года как мы знаем Нептун как мы знаем Нептун имеет цикл 165 лет то есть заходит в знак рыбы раз в 165 лет примерно и проводит здесь около 14 лет то есть Юпитер с момента открытия Нептуна находился с ним в соединении всего получается ничего и вот Юпитер открытия Нептуна находится в соединении с сегодняшней Лилит понимаете вот этот вот момент очень тонкий помните как мы нашли полнолуние в день рождения Брежнева и там вот это возвращение Лилит Брежнева и сегодняшним днём насколько проявилась вот эта мистерия так вот Юпитер открытия Нептуна находится в соединении с сегодняшней Лилит это о чём о том что Нептун да он даёт связь между мирами в первую очередь конечно это про высшие мистерии идёт речь но что получается что сегодня Лилит максимально извращает близнецовский принцип связи миров близнецы стрелочка вниз стрелочка вверх и вот эти вот две луны как бы вкладывание души и вот эта Лилит в близнецах она профанирует и более того она открывает врата инфернальному то есть не так как вот как бы изначально задумывалось всё будет происходить и встреча встречался в предыдущий раз Юпитер с Нептуном в 1856 году а в следующий раз это будет в 2176 году и получается что ну то есть вот всего буквально ничего если рассматривать 1856 год то это Парижский мирный договор русско-английский мир 1856 года это амнистия декабристов это реформа Александра Второго это авантюристы Уокер это АРО инцидент который послужил Англии поводом для начала войны против Китая это всё мистерии которые мы сейчас тоже увидим и как бы нам что ни говорили мы будем понимать кто истинные игроки в том или ином сюжете вот этот Парижский пакт он завершает трактат он завершает Крымскую войну и там такая была уникальная прекраснейшая формулировка во имя Бога всемогущего их величества побуждаясь желанием положить конец вот этим бедствиям войны и вместе с тем чтобы предупредить возобновление давших он повод недоразумением недоразумений и затруднений вот решились пойти на согласие но самое главное что это во имя Бога всемогущего с любовью как говорится вот так Нептун в рыбах с Юпитером это правильный шаг это наилучший шаг но вы понимаете что чтобы к этому прийти было пройдено несколько лет воин ужаснейших и важно чтобы не дошло до того что пока гром не грянет мужик не перекрестится это осознание вот этого единства благости и так далее оно должно наступить раньше то есть сейчас мы закладываем с вами цикл на полтора ста лет вот этот момент хотя бы тоже уже нужно подчеркнуть как войдем в него так и пойдет примерно в эти годы вот которые мы обсуждаем сейчас середина 19 века проявляется и таблица Менделеева потихонечку изначально кстати ее ведь пытались представить как музыкальные октавы то есть закон октав предлагался это тонко чувствование мистической божественной гармонии новые химические элементы новые соединения Менделееву вот эта таблица система приходит во сне то есть музыка сон божественные ритмы ноты бога мы говорили алкоголь это тоже из этой же сферы тонко чувствование вот это все рыбы изобретения откровения во славу божию это все Нептун Юпитер рыбы но это на уровне тончайшей идеи непроявленной но уже витающей практически осязаемой как меня часто спрашивают мы уже вошли в эру рыб в эру водолея вышли ли из эры рыб ее как бы чувствуют вот эту эру водолея но она еще не проявлена нужно чтобы Нептун был хотя бы в овне чтобы появилось вот это вот проявление чтобы проявилось вот это новое знание на в нашем проявленном мире нужно чтобы Сатурн прошел вот эти рыбы и научил нас брать на себя ответственность за осознанное и неосознанное за вольное и невольное и вот тогда мы уже начнем потихоньку еще раз говорю к 30-м годам по чуть-чуть чувствовать новые времена пока что мы живем на перехлёсте когда старое условно солнце умерло мы как раз записываем этот ролик в этот момент а новое вот только-только рождается именно соединение Юпитер Нептун становится как бы внесением божественного огня Юпитер в хаос первичных вод Нептун рыбы то есть это зачатие новой идеи цивилизации миропорядка где будут жить наши дети но мы присутствуем при зарождении будут появляться тайные ордена которые готовятся к апокалипсису чтобы пережить потопы ядерную зиму будут фанатики это все все это мы с вами увидим и будем спокойно воспринимать вот эту всю информацию что же наша карта второй вот этой ингрессии Юпитера что она нам говорит причем второй ингрессии как практически как второе пришествие это очень символически на самом-то деле звучит солнце в козероге чуть ли не в самые вот эти крутые сакральные градусы козерога вот это именно время когда рождение великих учителей наше солнце оно находится в тригоне к урану который привносит новые идеи в тельца то есть в наш материальный мир то есть новое использование земных благ и вот эта точная конъюнкция трех планет Меркурий Венера Плутон в последних градусах козерога то есть то что бывает вот такое вот раз там не знаю в четверть тысячелетия перед этим у нас еще там вот этот Марс был в соединении с Венером с Венером и Плутоном мы обсудили уже этот момент вот это сфинкс сфинкс высшего зодиака то есть это уникальный момент когда встречаются вот так вот три планеты на границе знаков и снова мы буквально тоже недавно с вами этот момент обсудили и снова перед нами сфинкс с его загадками встреча помните мы говорили встреча Путина и Байдена она проходила тоже тоже она проходила вот на таких аспектах на аспекте был сфинкс включен там тогда сфинкс был дополнен Венера с Плутоном были дополнены Луной и поэтому вот этот сфинкс который несет фатальность стережет грани дозволенного добытая тут любой ценой информации она становится роковой слово сказанное несет долгосрочный долгосрочный долгосрочное значение сфинкс указывает на ответственность мудрость морально вот эти все этические моменты всего происходящего поэтому мы будем очень ответственно относиться ко всему этому мудрость морально-этические законы божественный порядок вот этот вот все это указывает на то что бытие очень даже хрупкое на самом-то деле Плутон понимаете если человечество не пройдет испытание вот этим сфинксом сейчас то оно может притянуть действительно мировой кризис катастрофу сфинкс это страж порога он растерзывает тех кто нарушил божественные законы взял на себя лишнее и стал в итоге по всей видимости и рабом своих желаний сфинкс с нашим вот этим усилен с нашими усиленными Юпитером и Нептуном рыбами может проявить химеру какую-то такую страшную очень что-то ужасное из области биологии генной инженерии из области опытов для того чтобы всколыхнуть человечество под видом борьбы мировым кризисом или глобальной катастрофы будут выделяться средства и финансирование на локальные катастрофы но это наказуемо но мы этот момент увидим и мы должны не позволить сказать себе да а противостоять проявлению такого вот сюжета в карте второй ингрессии на самом деле очень много стихии земля то есть здесь посмотрите огня практически нету а стихия земля это мы говорили да титаны которые разрывают вот этого молодого божественного Диониса и кстати из праха титанов потом создаются люди и поэтому мы несем двойственную природу вот этих титанов и частиц Диониса божественного то есть мы видим кроме квадрата борьбы Сатурна урана актуализацию двух особенно проявленных энергий Нептуна и Плутона божественного и Аида весь 2021 год мы видели вот этот секстиль Нептун Плутон секстиль это классный аспект но его творчески осознанно нужно было притворить в жизнь то есть освоить иными словами это как раз про притчу о сокрытой божественной жемчужине в грязном или на дне вот этого ада то что мы говорили про парадигму Кузанского это аспект указывающий на необходимость духовной регенерации человечества или его уничтожение кстати луна вот этой второй ингрессии луна народ в скорпионе находится понимаете да две как говорится разницы либо это о регенерации трансформации прозрении сути вещей о покаянии или по скорпиону что это может быть еще солнце в козероге в сакральных градусах это об обретении о необходимости обретения стержня и крепости духа и то что мы все время говорим спасение утопающих дело рук самих утопающих это да это по козерогу вот так вот однако друдж истинная черная луна в оппозиции к солнцу все опять снова про искушение снова вот черная луна здесь присутствует во всех мистериях есть черная луна обычно мы говорим про уши великобритании которые торчат из каждой истории а тут вот для разнообразия лилит и друдж но не увидев тени не познаешь свет пути господня неисповедимы подводя итог скажем юпитер в рыбах о духовном об искушении материей толкающей забыть духовное высшее прогнозы по знакам зодиака мы не делаем кроме солнца в карте нужно учитывать и другие планеты и дома гороскопа и их взаимодействия то есть все смотрится комплексно человек смотрится еще и с учетом уровня его осознанности его кармической нагрузки все люди абсолютно разные и нельзя делать общие гороскопы сейчас очень важно осознать свое уникальное вечное духовное происхождение и ни при каких соблазнах во-первых не вводиться в алгоритмизацию всех под одну гребенку то что называется и ни под каким соусом не терять свет внутри себя помните что вы частица бога вы бог рожденный на земле это вот эта мистерия которую мы с вами обсуждаем и обсуждаем это этот момент его нужно услышать и запомнить мы с вами боги рожденные на земле вы личность и когда вот мы вот это все запомним тогда вселенная будет чувствовать нас как своего и слышать нас и слышать наши мысли мечты задумки историцей воздавать потому что частица создателя пришла сюда раскрывать свои таланты способности возможности сила вашей мысли будет тогда мощнейшей и вы получите доступ в рыбы в зону творения вселенских знаний а также в сферу бессознательного в хронике Акаши и тогда вот когда будет у нас лилит в раке она будет легче осваиваться и будет легче осваиваться и энергия лунных узлов носить телец скорпион то есть не будет нас перекашивать подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим роликом чтобы нас осознанных становилось больше чтобы света нашего становилось больше чтобы кристаллы искрились наши ярче смотрите другие наши аналитические разборы прогнозы лекции пишите мне в фейсбук в личку будем разбирать ваши натальные карты вместе искать предназначения особенности потенциалы будем конечно исследовать и таланты и кармические долги почитать наши разборы можно и в инстаграм и в телеграм дополнительные какие-то разборы мы там периодически выкладываем то есть то про что мы не снимаем ролики скачивайте наш астрологический календарь на 2022 год и конечно будьте синхронны божественному плану будьте умничками будьте сознательными будьте счастливыми с любовью ваша Настя пока пока